12 июля Святая Церковь ждет память святителя Григория Каллидоса. Будущий святитель Григорий родился в 1844 году в благочестивой семье в провинции Ираклия на территории Восточной Фракии. В 1862 году он принимает Сан-Диакона. Параллельно с церковным служением святой Григорий обучается в богословской школе Афинского национального университета. В 1873-1874 годах Григорий служит проповедником и помощником при митрополите Ираклийском Панарете в городе Редесте. В 1875 году отца Григория руполагают векарным епископом. В период, когда местные земли перешли под власть Болгарии, епископа Григория направляют экзархом в город Андренополь. Скоро его избирают митрополитом Тапезунским. За пять лет пребывания на кафедре, владыка Григорий защищал свою паству от нападений турков-иммигрантов и следил за снижением высоких налогов на христиан. Ему удалось преодолеть разобщенность и установить мир в среде верующих. В 1884 году митрополита Григория избирают на Фессалоникийскую кафедру, но через несколько месяцев он был вынужден оставить кафедру вследствие волнений и ложных обвинений в его адрес. Дело дошло до суда, но в 1889 году в Константинополе святой был полностью оправдан и был поставлен на Янинскую кафедру. В 1892 году на некоторое время он покинул Янину и около двух лет находился в Константинополе, исполняя разные послушания. Через 10 лет он был переведен на свою малую родину – Иераклийскую и Редесскую кафедру. Это была древняя епархия, которую основал еще святой апостол Андрей Первозванный. До середины V века в ее юрисдикции находился город Византии, позже Константинополь. Святитель Григорий с помощью греческих дипломатов сумел защитить свою епархию от опасности унии, которая около полувека распространялась в регионе. В Редесто он активно прилагал усилия для развития образования, проводил широкую благотворительную работу, за что получил почетное звание «Благодетель Редесто». Несмотря на преклонный возраст, он продолжал неустанно трудиться над духовным воспитанием своей паствы. В 1920 году во время греко-турецкой войны территорию епархии заняла греческая армия. В 1923 году, согласно Латзанскому договору, произошел греко-турецкий обмен населением. Греки покинули Восточную Фракию, вследствие чего иераклийская митрополия прекратила свое существование. Святитель покинул родные края вместе с земляками. В последние годы жизни святитель Григорий прожил в Солониках. Он не хотел более занимать епископскую кафедру, а продолжил учительствовать. Там митрополит после непродолжительной болезни упокоился в 1925 году. Его отпевание состоялось в Церкви Святой Софии. Святитель Григорий причислил к лику святых в 2003 году. Из жизни святителя Григория нам известно, что он ревностно защищал православие от унии и от нападок инославных. Все это происходило в силу географического положения вверенных ему епархий. В связи с этим возникает вопрос, если православный христианин оказывается в среде инославных, как к ним относиться и можно ли общаться? Мы всегда руководствуемся примерами святых отцов. Святой праведный Иоанн Крыштадтский, к примеру, общался с инославными людьми, с протестантами, католиками и представителями нехристианских конфессий. Но при этом он никогда не принимал заблуждений других конфессий. Можно и нужно принимать людей разных вер. Можно с ними общаться, безусловно, помогать, но ни в коем случае не принимать их верование. Мы не принимаем ошибочные догматы католической церкви, но вместе с тем мы можем общаться с католиками, верующими людьми, тем более которые расположены к православию. Будем же в каждом видеть образ Божий, но при этом держаться единственного спасительного корабля – Святой Церкви Христовой. Святитель Угодче Григория, моли Христа Бога о нас, грешных!